Всем привет! Видео снимается специально для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня вам расскажу такую актуальную тему, я думаю, для многих, особенно тех, кто в квартирах живут, о том, куда поставить стиральную машину, когда у вас очень мало места в ванной комнате. Либо же у вас, если раздельные санузлы, санузел с ванной комнатой, то куда поставить и как поставить, чтобы это смотрелось эстетично и было удобно пользоваться. Очень самые распространенные, в принципе, стиральные машинки, по большей степени, это с горизонтальной загрузкой. Поэтому таких вариантов установки стиральной машины с такой, точнее, загрузкой будет побольше. Самый оптимальный и такой стандартный вариант, это вот, допустим, как у нас установлена стиральная машина под раковину. Также, потому что у нас, в принципе, здесь больше нет места, куда поставить. У нас здесь сразу санузел, здесь бойлер, то есть как бы больше места нет, и ванная у нас тоже небольшая. Можно поставить еще также с столешницей. То есть столешница с раковиной немножечко в стороне, и под столешницей установлена ваша стиральная машина. То есть как бы будет дополнительно столик, и дополнительно как бы раковина со стиральной машиной не будет занимать так много места. Либо же в тумбе, то есть таким же образом столешница с раковиной, и в тумбе с дверкой спрятана будет ваша стиральная машина. То есть ее будет не видно абсолютно, и будет смотреться эстетично. Есть, конечно, еще вариант поставить вообще в другую комнате. Некоторые ставят там и в коридор, и в кухню встраиваемую технику. Как встраиваемую технику ставят туда стиральную машину. То есть как бы здесь уже, где у вас, если есть возможности больше установить ее, и вам будет удобно ей там пользоваться, можете установить ее туда. Также некоторые устанавливают стиральную машину, если у вас раздельные санузлы, то над унитазом, сразу же над вашим санузлом ставят нишу, и в нишу вставляют стиральную машину. Ну, как по мне, мне кажется, это будет не очень удобно, потому что, когда маленькое пространство у вас, у вас здесь стоит ваш санузел, и вам нужно добраться до вашей стиральной машины. Но если у вас нет других вариантов, и это самое подходящее для вас, то, конечно, лучше так, чем будет она у вас находиться где-то под ногами и мешаться. Если у вас вертикальная загрузка, то только такие варианты, как установки где-то между сантехникой, чтобы она вас не мешала, и у вас была возможность к ней добраться. Либо же точно так же в другой комнате, то есть там, либо это будет в коридоре, но, допустим, в ванну, встраиваемую в вашу кухню, вы уже ее не поставите, потому что она же должна у вас открываться, соответственно, будет мешаться вам там. Будет не то, чтобы мешаться, а то, что вы ее не сможете туда поставить и спрятать, либо вам нужно будет ее все время доставать каким-то образом и производить стирку, либо же она вас будет просто стоять, и на кухне ее будет видно, то есть вы ее никак не скроете. Ну, за исключением, если сделать стойку, которая будет, соответственно, подниматься вверх, то есть дополнительно как остров, в котором вы спрячете вашу вертикальную стиральную машину. Также можно было, ну, в принципе, сейчас можно встраивать в мебель, чтобы красиво оформить интерьер комнаты, либо монтаж под раковину, да, как в моем случае. Либо же замена полностью вашей ванны на душевую кабину, соответственно, которая в любом случае будет меньше места занимать, и больше у вас будет места для дополнительной установки. Либо же также перенести сантехнику в другое помещение. Это может быть, если в квартире, да даже может быть и балкон, либо кладовая, если это у вас есть такая комнатка. Ну, либо на кухню, да, либо в коридор. Вот, либо же использовать, вот как я вам показала, такой вариант установки над унитазом, да, то есть вашей стиральной машиной, как встраивать в стену. Вот это я вам как подвела небольшой итог всему сказанному, какие варианты можно использовать для размещения стиральной машины в маленьких ваннах, в ванных комнатах. Либо же, если ванная комната у вас разделена вместе с санузлом отдельно, и комнаты ванная, и санузел у вас небольшие. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!